Друзья, и снова здравствуйте! Я думаю, что вы посмотрели буквально несколько минут назад видео, где мы гуляли по парку. И я обещала вам рассказать, чем я занималась сегодня с утра. Вот такая шлея попала мне, что называется, под хвост и что называется шлея. Потому что я вот с утра занималась кройкой и шитьем. Вы сейчас на мне видите вот эту замечательную юбку. Я думаю, что она замечательная. Но это были брюки. Да-да, это были брюки, которые я заказала в интернет-магазине Ньюшик еще в том году. Но когда они ко мне пришли и я их примерила, я поняла, что показать это я не могу. Это было некрасиво, это было неэстетично. И я как бы вам их даже не стала показывать. Мне простили этот заказ в компании Ньюшик. Во-первых, они были короткие для брюк. Ну и я выглядела в них, мягко говоря, таким маленьким слоненком. И вот сегодня я проснулась. Может быть, навеяла моя новая работа, которую я сейчас вижу. Она тоже сюда подходит. Я сейчас прислоню ее к себе и вы увидите. И мне захотелось из этих брюк сделать юбку. И вот что у меня получилось. Представляете? Это вот были бывшие брюки. Мы, конечно, сейчас перейдем на стол. Я подробнее расскажу, как это я все делала. Но мне очень устраивают вот эти карманы. Меня устраивает эта хлопковая ткань, которая называется жатка. Ну, такой жатый хлопок. Меня очень устраивает этот натуральный цвет, который, наверное, никогда не выходит из моды. И мне нравится, как я выгляжу в этой юбке. Это что-то несравнимое. По сравнению с брюками, это выглядит достаточно модно и красиво. И тем более, под эту юбку, вот эти ботиночки тоже от Ньюшик. Я вам тоже их не показывала сегодня. Я вам их покажу. И там действует как раз скидка для вас, по-моему, 23%. Но это будет подробнее на столе. Так что, да, сейчас я покажу вам иллюзию. Иллюшик, ты пока держи камеру, вот так не выключай. Сюда еще подходит вот эта моя накидка иллюзия. Просто классно. Я вот сейчас ее одену, а вы посмотрите на меня, как это здорово смотрится. Короче, уже жду лето. Жду лето с нетерпением. Посмотрите, какая красота красивая, а? Ну, просто класс. Вот такой вот получился моднячий наряд. Все сумки сюда подходят. И вот эта моя маленькая, зеленая и большая. Сейчас Лешик приостановит видео, я ее возьму. В общем, родился вот такой красивый летний образ. Друзья, посмотрите, как это будет красиво смотреться. Под эту длинную-длинную юбку. Вот этот жилет. Перед уже готов, уже практически готова и спина. В общем, осталось совсем чуть-чуть. И я покажу вам еще один образ с этой прекрасной юбкой. Ну, а сейчас давайте перейдем на стол. Расскажу и покажу немножко ближе. И расскажу немножко подробнее, как же я это все переделывала. Итак, сначала я вам покажу, вот как выглядели эти штанишки изначально. Конечно, вот на худенькой девушке это смотрится очень-очень даже неплохо. Они здесь есть вот разных расцветок. Так, цена, видите, 2040 рублей. Вполне приемлемая. Вот он мой цвет, вот этот льняной. Но на пышных дам, конечно же, это смотрится совершенно по-другому. То есть, вот три цвета. Белые, синие и вот такие бежевые. Ссылку на них, конечно же, я оставлю. И не забудьте про скидку, не забудьте про инфобокс. Там будет информация, как получить скидку, по-моему, в 23%. И будет информация тоже по вот этим ботинкам. Ботинки классные, тоже несколько расцветок. Тоже вполне по приличной цене. Вот такие вот зеленые есть, красные, синие, темно-коричневые, розовые даже. И вот мои бежевые. Класснючие ботинки за 2350 рублей. Я думаю, что это хорошая цена. И что мне понравилось, они легкие и внутри, это мягкая-мягкая кожа. Вот отделка внутри, это кожа. Вот такие ботиночки. Но заказывайте на размер больше, если будете заказывать. Я заказывала 41 размер. Вот он у меня, 40. Классные. Рекомендую. Вот такая плетенка на широкую ногу, у кого косточки. Просто подо все. Они идут и под платье, и под брюки. В общем, подо все. Итак, как же я переделывала эти брюки? Я просто распорола штанины с одной и с другой стороны. Распорола вот здесь вот линию паха и просто ее отрезала. Вот я вам сейчас покажу эти кусочки, которые я вырезала. Ну, спереди поменьше получилось, сзади по выкройке побольше. Вот они. Я просто вот отсюда вот это все срезала. И все срезала и застрочила. Застрочила спереди, то есть соединила две штанины вместе, оставив вот такой разрез. И, конечно же, сзади. И потом, как это, подшила на машине вот здесь вот эти края, сделав, ну, какие мне там нужны разрезы. И получилась вот такая юбка. Да, здесь еще была вот такая завязка, но обманка, бантик такой. Я срезала это по переду и сделала вот такие тренчики. Да, вот здесь вот нужно будет еще отрезать. Не отрезала я, сзади отрезала. А спереди нет. Сделала вот такие тренчики, чтобы можно было эту юбку носить под ремешок. Ремешок, кстати, тоже у меня от Нью Шик. Есть и белый, есть и такой плетеный, который сюда подходит. Вот этот ремешок, тоже универсальный. Но я здесь переделывала вот эту вот бляшку. Сумочка, кстати, вы меня спрашивали от того же магазина Нью Шик. В общем, мне нравится этот магазин не ради рекламы, но там достаточно приемлемые цены и хорошее качество товара. Ну, во всяком случае, то, что приходило мне, мне нравится. И сейчас в этом магазине достаточно быстрая доставка по сравнению с Алиэкспресс. Я вам этот магазин рекомендую. Вот так вот у меня из брюк родилась моднейшая юбка. Рождается образ неповторимый. Сейчас покажу свое. И, кстати, вот эта моя самодельная сумочка тоже сюда вполне вписывается в этот образ. В общем, к лету готовимся. Лето ждем. Ну, а теперь коротко расскажу о вязании. Я вам уже рассказывала об этом жилете, который начинался как пончо. И, конечно же, все переделала под себя. Как вязать, как я делала вот здесь вот убавки по жилету, я вам уже рассказывала. То также я сделала в зеркальном отражении вторую часть и сделала скос плеча. Скос плеча уже есть, где-то я показывала, как я это делаю, укороченными рядами. Здесь у меня по 4 петельки разворота. Вот здесь вот в этом месте я не делала разворот. И вот здесь не делала. А вот здесь у меня 4 или 5 разворотов. Короче, по каждую четвертую петлю я разворачивалась. Можно даже посчитать. Значит, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Нет, наверное, все-таки 5 разворотов. 5 или 6. В общем, каждую четвертую петлю я делала разворотную. Вот таким образом получился скос плеча. Да, я здесь применила немецкий метод разворота. Обычно я пользовалась, переснимая петлю на ряд ниже. Вот решила попробовать. Когда соединю методом трех спиц плечевые скосы, я потом расскажу, сравню тот метод свой и этот. Ну, в общем, пока мне нравится вот этот немецкий метод разворота. Все же познается в сравнении и все нужно попробовать. В общем, сейчас покажу, насколько я продвинулась по спинке. Ну и уже буквально еще дня два, и, наверное, жилет этот будет готов. Вот, пожалуйста, посмотрите. Это у меня уже спина. Здесь я вывязала уже, сколько, один моточек. Это второй, вот, 50-граммовый моточек бежевого цвета. Пряжа Милана от Ярнарт. Вот, в общем, я довольна этой пряжей и тоже вам ее рекомендую. Розового цвета, как вы уже поняли, здесь не будет. В общем, мне осталось еще вывязать 100 грамм пряжи. То есть, вот этот моточек довязать. И еще один 50-граммовый. Что я буду делать по спине? Я здесь не буду делать никакого выреза вообще. И сделаю такой же скос плеча, как и вот здесь. А потом вывяжу вот эти вот планки. Пойду вязать вверх. И пришью их потом, вот здесь вот, соединю по центру спины. И пришью, или пришью, или ввяжу. Еще не знаю, не решила. Может быть, даже соединю по открытым петлям вот эту вот планочку переда. Ну, в общем, вот такое сегодня видео. Как прошел мой день. Вы уже с нами и погуляли, и пошили вместе с нами юбку. В общем, такое вот сумбурное видео. Ну, а на этом я буду заканчивать. Всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.